Агата торопилась домой. Собеседование сегодня было долгим. Было уже поздно, лил дождь, а она была без зонта. Остановившись возле светофора, она нетерпеливо ждала, когда загорится зеленый свет для пешеходов. Она вся промокла, замерзла и мечтала об одном, теплой ванне и горячем чае. Вдруг она услышала писк. Она оглянулась, никого нет. Агата подумала, что ей показалось и посмотрела на светофор. Зеленый свет никак не загорался. «Да что ж так долго?» — сказала она то ли светофору, то ли вселенной. И опять услышала писк где-то под ногами. Приглядевшись, она увидела под решеткой ливневой канализации две зеленые точки. Котенок! Непонятно, как он туда попал, но Агата, забыв о светофоре, теплой ванне и горячем чае, стала искать способ, чтобы вызволить его оттуда. Она боялась, что ливневка не справится с потоком дождевой воды и котенок утонет. Но, благодаря неравнодушным прохожим, все же смогли вытащить дрожащего мокрого котенка непонятного грязного цвета. После успешного завершения спасательной операции счастливые спасатели разбежались по своим делам с котенком, осталась одна Агата. Пришлось ей решать его дальнейшую судьбу. Оставить его на улице она уже не могла и, засунув котенка под куртку, быстро пошла домой. Первым ванну принял котенок. Вернее, не ванну, а тазик. Котенок смирно сидел в тазике с теплой водой, пока Агата его отмывала. А еще говорят, кошки воду не любят. Врут они все. Правда, мохнатый? Разговаривала она с котенком. А он в ответ ей согласно мяукал и прищуривал глазки. Или ей так казалось. Впервые за месяц у Агаты на душе потеплело. Месяц назад она потеряла работу, а на следующий день от нее ушел парень. Он испугался, что ему придется содержать ее, пока она безработная. А ведь она даже не замечала, что все расходы были на ней. Она думала, что у них любовь, а ему было просто так удобно. А тут живой комочек, который так забавно ест и урчит. Она гладила котенка и на душе становилась как-то спокойно.